Сегодня мы продолжаем говорить о космосе, о пользе кинополета группы на Международную космическую станцию, о том, так же ли сегодня космическая отрасль популярна у молодежи, остаются ли здесь кадры. И по-прежнему гость нашей программы, руководитель Центра тренажёра строения Валентин Шукшунов. Валентин Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приняли нас в Центре тренажёра строения. Нам это очень интересно, приятно, тем более год космонавтики. Как пандемия, именно эпидемия коронавируса сказалась на Центре тренажёра строения и на вашей работе, что поменялось? И вы от неё сильно пострадали? Или для вас это открыло какую-то новую возможность? Мы не пострадали. Никак мы не пострадали. Открылась новая возможность. И действительно, я собрал своих близких соратников и так далее и сказал, что это время, когда мы должны подумать, занять себя новыми совершенно работами, которые нам и заказчик не поставил. То, что часть я говорил, что мы создали, именно создали в это время. И создали определённый задел и на будущее, потому что это мы будем предлагать, как принято говорить, народному хозяйству и нашим заказчикам, которые есть. Значит, да, мы пошли на то, что только несколько людей уже совсем пожилых отправили, но это процент очень небольшой, это 3% отправили на дистанционку. Остальные работали так же, как и работали. Поэтому я не почувствовал какое-то отрицательное влияние на это время. Я считаю, в работе можно пережить и это. И я почему задал этот вопрос. Вы уже рассказали о новых направлениях в работе Центра тренажёра строения, о своих заказчиках. Это Центр подготовки космонавтов и Корпорация энергии. Это государство. С учётом этого нового коронавирусного вызова, думаете ли вы как-то расширить список своих заказчиков, чтобы это были предприниматели, именно больше гражданского сектора? Потому что такой научный потенциал, ну как бы грех не использовать и на благо людям. То есть это же, в принципе, история ещё и Советского Союза, когда пытались наш военно-промышленный комплекс задействовать в гражданском секторе. Отчасти это получилось, но не до конца, как мы знаем. Вот вы в этом направлении как двигаетесь? Да, задумали. И мы, значит, я ввёл и должность заместитель директора Донского филиала Центра тренажёра строения в Новочеркасске по менеджменту, маркетингу и рекламе и так далее. Очень продвинутая женщина у нас, выпускница, которую мы как студентка ещё знали и так далее. Мы задумали сейчас, мы изготовили прекрасные и, в общем-то, и проспекты и так далее. Мы будем предлагать свои разработки, рассылая практически, ну где-то в 40, значит, губерний и так далее, и так далее направлять. И в этом отношении мы надеемся на то, что на наши разработки обратят внимание, потому что они уникальны. Они, вот, например, только через наш, вот этот Космоцентр, Лунопарк и, значит, Центр космического образования молодёжи прошло более 30 тысяч школьников. Более 30 тысяч. Ну вот сейчас подробнее, что малому, среднему бизнесу, в принципе, гражданскому сектору будет интересно из того, что делает Центр тренажёра строения? Вы знаете, я могу только предлагать уже практически готовое. Мне вот те работы, которыми мы занимаемся, мне нужны только отдельные, как называется, сторонние организации и так далее. И мы их используем. Мы привлекаем такие, значит, правда, для не гражданской продукции, а для продукции для космонавтов и так далее. Мы привлекаем. Здесь мы будем, мы предлагаем, я уже говорил, и для того же, для Кирова и так далее, мы предлагаем вот готовое. Берите, покупайте. Значит, и в этом плане мы уже в шести регионах имеем, и даже в Болгарии мы имеем. Но это именно космическую продукцию они будут покупать, частные предприятия, это очень хорошо. А сейчас вот будем предлагать вот и для восстановления, значит, для медицины и так далее, будем предлагать. Это уже можно и не в космосе, а в гражданском секторе. Это вот то, что легкий шаг, вы говорили, да, аппарат для реабилитации, да? Да, 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 да. И я хочу сказать, что, ну вот пандемия, она несколько ограничена. Люди некоторые боялись там посещать там и так далее. Но мы вот после немножко утихнет снова вот эта пандемия, мы будем приглашать и медиков сюда и говорить, вот, пожалуйста. Здесь у нас две месяца назад мы пригласили из Московского медико-биологического института, который был создан сразу по решению Королева тогда еще в те годы, который является головным для подготовки космонавтов. Он всероссийский, его знают во всем мире. И там программа «Сирис» идет, вот тут недавно показали, значит, да, полет на Луну на 500 дней там и так далее, что-то рассчитывается и прочее, прочее. Так вот, они были, четыре человека, они просмотрели все это дело. Им очень, они подписали с нами, вначале вот подписан такой договор о совместной работе. Пока мы говорим, давайте без денег будем работать, значит, вы увидите и наши продукции. Но вот, чтобы зритель понимал подробнее, легкий шаг, он помогает космонавтам после полета восстанавливать ходьбу, как я понимаю. А как его, получается, можно в гражданке, то есть после каких, как я понимаю, травм или чего использовать? Это скажем, после инсультов тех же, после, допустим, травм серьезных и так далее, и так далее. Когда человек на костылях, а он там, там что делается? Мы использовали этот принцип для создания тренажеров, выход называется, для обезвешивания. Мы использовали этот принцип и так далее. Можно от нуля веса обезвесить до 100%, то есть постепенно, постепенно увеличивая, увеличивая, как бы вес имитирует увеличение. Вы даете ему возможность адаптироваться к этому. Хочу сказать, один из космонавтов, Блинов Олег, который был здесь, значит, он, во-первых, когда поработал, он говорит, я впервые почувствовал себя и 30, и 50-килограммовому человеку и так далее, при 80 килограмм и так далее. То есть, вот, мы проверили уже, что это действует очень-очень хорошо. Там такая вот дорожка сделана, вы увидите. И, честно говоря, это полностью для медицины пройдет. Кинополету, о котором сейчас многие говорят, вокруг него много ходит вопросов, споров и, естественно, критики. Потому что, как мы знаем, два космонавта, которые были в плане, они не полетели из-за киногруппы. Те, кто должны были вернуться, задерживаются на полгода. И вы, как профессионал, представитель отрасли, мне интересно именно ваше мнение вот к такому решению Роскосмоса. Я понимаю Константина Эрнста, почему он это сделал, и у меня к нему вопросов нет. Но вот для нашей космической отрасли это насколько полезно запустить непрофессионалов в киногруппу туда. Потому что многие говорят, о кино о космосе можно снять на Земле и даже еще и получше, и будет так же интересно. То есть, стоила ли игра свеч, вы как считаете, вот эксперта? Ну, вы знаете, чтобы на Земле снять, и чтобы это было похоже так, как там, значит, это надо воссоздать ту же невесомость. Воссоздать. Это не так просто, понимаете? А там все как бы дано уже по законам природы, там не обезвешенность имеется и так далее. И там другая, я еще раз хочу сказать, что действия на Земле, космонавта и человека, и действия, выполняя какие-то операции и так далее, в космосе, это различные вещи. Мы уже убедились в этом. И мы вот сейчас идем по тому пути, чтобы каким-то образом познать, а как вот космос влияет, и обезвешенность человека, космонавта влияет на его операторскую деятельность. Мы создали вот один из, так называемый, у нас стенд, тренажер, сочетающий виртуальность и невесомость и так далее. Нам, для меня это очень интересно, что у них только получится. Я считаю, что и для специалистов это будет иметь большое значение. Вот какая польза именно для космической отрасли, и вот это самое главное. Во-первых, для меня это интересно так. Так, вот мы заранее, уже вот до этого полета, мы пошли, при том лет семь, то, что мы создали сейчас, виртуальную невесомость, такой стенд, мы заранее поняли, что нужно иметь и на Земле тренажеры, которые бы были и имитировали бы и те условия. А условия, прежде всего, невесомости, условия невесомости и как она влияет на то, чтобы управлять, скажем, космическим кораблем, перемещаться там и так далее, и так далее. А в то же время два космонавта, которые были в плане, не полетели, и двое наших космонавтов там задерживаются. Насколько это вредно для отрасли? Я уже не беру вот такую эмоциональную составляющую, что кто-то всю жизнь готовился, но так в космос и не полетит. А киногруппа полетела. Хотя, безусловно, понимаю, что в этом есть и элемент пропаганды, и популяризация. Это тоже правильно. Вот как вы это оцениваете? Знаете, я считаю, что все-таки вот в новом деле, в любом новом деле, в любом начинании и так далее, конечно, есть плюсы и минусы. Это бесспорно. Но вот тут плюсы перевешивают или нет? Я вот считаю, для меня, я сказал, почему. Значит, для меня кажется, что плюсы перевешивают. Перевешивают. И только при условии, если фильм не будет надуман, как-то вот приукрасят уже на земле и так далее, и так далее. Значит, вот это нет. Вот когда пресс-конференция проводилась, и был Джанибеков и Савиных, и там задали вопросом, то-то, и как вы оцениваете, Джанибеков сказал, это фильм не про нас был. Почему, говорит, разве можно было, что я вот там управляю и так далее, ручками, а мне вот мой друг Виктор бьет по рукам, такое недопустимо, и так далее. Чуть ли не с кувалдой мы там сочинили что-то и так далее. И это их задело. И назвали ведь, видите как, это фильм не про нас. Вот этого я боюсь. Если бы фильм получится такой, о чем я говорю, и полезен для нас, специалистов и так далее, что да, действительно, надо задуматься, что тренажеры должны не только работать и воспроизводить работу космонавтов, когда он находится на Земле, но он должен и воспроизводить, как бы имитироваться должна и среда, та, космическая среда и так далее. То есть вы говорите, на Земле так нельзя снять, потому что не та среда. Но разве нет сейчас аппаратов, которые, ну, приблизительно на 90% сымитируют ту же среду, чтобы не летать и, ну, не рушить все планы полетов нашего Роскосмоса? Здесь вот я хочу сказать, вот до сих пор еще стоит уже сейчас в этом самом разобранном состоянии, как раз изделие координата для имитации деятельности двух космонавтов одновременно в космическом пространстве и так далее. Вы увидите, какое нагромождение всего, понимаете, и при том эта работа вокруг, как бы, имитации станции и так далее, это воспроизвести так невозможно. Я считаю, что, чтобы, ну, это на людей произвело впечатление реальностью своей, это невозможно. Эффект присутствия, безусловно, я вас понимаю. Валентин Ефимович, сегодня время передачи у нас, к сожалению, вышло, но разговор очень интересный, поэтому всех зрителей приглашаем в следующую, и завтра мы продолжим. Спасибо. Спасибо. Эта программа доступна на сайте don24.tv. С каждым днем у нас тем все более. Меня зовут Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова